Осознанность Объяснить осознанность значит обмануть себя или своего собеседника. Потому что слова — это абсолютнейшая ложь. Каждый человек понимает слова по-своему. Для каждого из нас даже такое простое понятие, как, допустим, красный, будет немного отличаться. Нельзя, не солгав, выразить то, что за пределами слов. Быть осознанным несложно, но сформулировать, как это — быть осознанным, практически невозможно. Я спрашиваю себя, а что я сейчас делаю? Я сижу в кресле и пою мантру. Я чищу овощи или мою пол. Я работаю с человеком. Я всегда должен быть здесь и сейчас. И даже такое, казалось бы, простое понятие, как здесь и сейчас, тоже очень сложно объяснить. На эту тему написано множество умных книг, но воссыны не там. Люди по-прежнему неосознаны. Они и не присутствуют здесь и сейчас. Они живут во вчера или мечтают о завтра. А сегодня проходит мимо них, становясь вчера, которое они наконец-то смогут вспомнить. А кайфануть-то можно только сейчас. Что такое просветление? Нет. Нет, нет и нет. Я не знаю, что это такое. Достиг ли я его? Я никогда об этом не скажу. Вот здесь сидит куча людей, которые считают меня своим мастером. Я не мастер и не учитель. Тем более я не просветлен. Я просто тот, кто живет своей жизнью чуть-чуть больше, чем остальные. И, может быть, именно в этом и заключается просветление. Однозначно, жить своей жизнью – это самое сложное. И еще. У каждого свое просветление. Одному старушку через дорогу перевезти, выйдя из Майбаха – это просветление. Несомненно. Другому для просветления нужно еще что-то пережить и осознать. А третьему для этого требуется в Гималаях в пещере просидеть несколько лет. Я не знаю, что такое просветление. В этом плане для меня бесспорный пример – Багван Ширажниш. Он точно просветленный. Только он. Но масс-медиа не прощают людей, которые поднимают голову чуть-чуть выше. Их все равно распнут, отравят или еще что-то сделают. А потом на этом построят бизнес. Крылья надо обязательно сломать. Не позволят тебе летать. Заставят ползать. Вот так вот. Увы, для меня это болезненная тема. Поэтому я четко говорю. Никогда и нигде не позволяйте себе меня куда-то поставить. Никаких постаментов. Пожалуйста. Я такой же, как и вы. Просто я чуть больше работал над собой. Как определить уровень осознанности? Задать вопрос. Кто здесь? Да-да, это не шутка. Иногда я люблю проверить людей на присутствие и осознанность. Никого нет здесь и сейчас. Увы, это данность человеческой жизни. Не присутствие в моменте. Поэтому ответа нету. Я часто раньше об этом писал, но перестал. Бесполезно. Мало практиков. Мало идущих, как бульдозер к своей мечте. Не теряющих лицо и падающих. Но всегда встающих. Их мало. Тех, кто прыгает, а потом думает, тоже очень мало. Поэтому, наверное, я буду постепенно, еще чаще устраивать личные сессии. Работая один на один, можно очень глубоко зацепить человека. Трансформировать его. И помочь прыгнуть в неизведанное. Перешагнуть через свои иллюзии, страх, комплексы, ложные представления и негативные мышления. Это как на Ауме. Только работаешь сам, без партнера. А вот после этого можно и спросить, кто же здесь. Ответа тоже может не быть. Но это уже совсем другая тишина. Что такое Коан? Это вопрос без ответа. Это нечто необъяснимое. Это фраза-парадокс. Или короткая притча, не имеющая под собой явной логической базы. Понимание Коана доступно интуитивному уму, но не логическому мышлению. Цель Коана — подтолкнуть сознание практикующего по направлению к просветлению или хотя бы к осознанности. Это осознание без размышления, обращение к своему подсознанию и истинной природе. Коан за пределами слов. Его не объяснить. Его надо прожить. Предназначение. Конечно, предназначение есть. И у каждой души, приходящей в новое тело на планете Земля, есть свой опыт. Это я называю маленькие детки, маленькие бедки, большие детки, большие бедки. Сказать об этом что-то более конкретное не могу, так как я не просветлен. Но, безусловно, предназначение существует. Абсолютно тривиальные опыты иногда вам дают то понимание, за которым вы сюда пришли. В этот момент ты и понимаешь все, зачем ты здесь и сейчас. Если душа не получает опыта, за которым пришла на Землю, она очень страдает. Увы. Как понять, чем можно заниматься по жизни? Как определиться с направлением? Нужно заниматься тем, что доставляет тебе удовольствие. Даже если это идет в разрез с общепринятым мнением твоих родителей, друзей, еще кого-то. Вот у меня есть два запасных варианта. Когда я пойму, что где-то покривил душой и вас как-то обманул, честно, я соберу вас всех, кто был, отдам все, что у меня есть и скажу. Простите меня, люди добрые. И буду заниматься чем-то другим. Один вариант. Мне нравится работать дворником. Вот нравится мне с утра мести этот двор, красоту создавать. А второй. Так как все заики очень разговорчивые, и перебить заику все равно, что хлеб у голодного отнять, я бы работал на рынке. Я продавал бы или цветы, или мед. Я себя уже подготовила к тому, что, может быть, так и поступлю, если все это закончится. Потому что мне это доставляет удовольствие. И мне абсолютно все равно, что если лет через двадцать ты будешь проходить мимо меня и скажешь приятелю, «О, слушай, вот этот чувак стоял на сцене, писал книги, а теперь смотри, он гвоздиками торгует». А я скажу, «Да, зайчик, я торгую гвоздиками, потому что небо становится синим». В чем реализация в жизни? У каждой души своя реализация. Чем моложе душа, тем проще опыт. Приведу пример молодой души. Украл, отсидел, вышел, украл, отсидел, вышел, убили. Понятно. Чем древнее душа, тем опыт более тонкий, тем он больше соотносится с этикой. Я часто говорю об этике и морали, и многие их путают, как осознанность и концентрацию. Здесь очень тонкие различия. Этика — это позывы души, а мораль — свод законов социума. И из этого идет глубина опыта и его тонкость. Из древности души. Как добиться успеха в чем бы то ни было? Помните фразу? Вначале были слова. Да-да, так начинается и Евангелие от Иоанна. Новый Завет Библии — самая популярная в мире книга. Да, иногда одной фразой можно изменить очень многое. Вчера летел пять часов, и, послушав Оша и любимую музыку, решил посмотреть кино. Люблю документальные фильмы про спорт, интервью со звездами канадского хоккея, американского футбола, тенниса и гольфа. И вечный вопрос. Как они такими стали? И опять взгляд в детство. Они не были самыми быстрыми, самыми большими или сильными. Нет. Они просто очень много играли. Просто играли. В том фильме знаменитые ученые пытались объяснить феномен не лучших по ряду позиций подростков и их последующего чемпионства. И пришли к выводу, что умение забить не связано с антропометрическими данными. Нужно просто уметь забивать. И все. Не нужно обрастать системами отбора, технологиями построения процессами, тестами и много чем еще. Нужно просто быть там, где ты должен быть. Зашел я очень издалека. Согласен. И вот теперь фраза. Хвост не должен вилять собакой. Все очень просто и естественно. И я перенес это на практики и семинары. У меня нет плана семинара. Нет рутины медитации. Нет фиксации цели. Просто твоя игра, день и стиль преподавания напоминают о детстве. Мне важно быть там, где мне интересно. И тогда ум становится твоим хвостом, а не наоборот. И тогда абсолютная спонтанность ведет тебя по жизни. И тогда успех становится вторичен и просто прилагается как данность. Главное — рвать шаблоны. Всегда. И тогда можно стать чемпионом. Вот так фраза ворвалась в жизнь и подтвердила то, что ты должен был еще раз понять сам для себя. Путь к свободе. Прежде всего, свобода — это относительное понятие. Люди несвободны. Так или иначе, на нас сковывают многие обусловленности, воспитание, культурный слой, правила морали, социальные рамки и много чего еще. Все это лишает нас возможности дышать, быть спонтанными и радостными. Правила «прыгай, а потом думай» — конечно, не для всех. Для многих важно, что скажут люди. Срабатывает страх оценки своих действий со стороны. Все эти неприлично, так не принято и прочие тормоза. Для меня свобода — это быть естественным, безоценочным, непредсказуемым. Делать то, что реально хочется, а не вынужденно прогибаться под систему. Работать там и тем, кем хочется. Дружить с теми, с кем хочется, а не с тем, с кем выгодно. Уметь сказать «нет», если что-то не устраивает. Разрешить себе не подавать руку тому, кого не уважаешь. Встать и выйти молча, когда не хочется слушать все тех же неуважаемых персонажей. Строить свой день так, как считаешь нужным. Ветер в банку не посадишь. Однажды осознав, почувствовав это, можно стать творцом своей жизни. Будьте счастливы в этой свободе, в этом импульсе, в этом порыве. Цените свою свободу. И Вселенная всегда вас поддержит, потому что это энергия. Если человек хочет меняться, если он меняется в жизни, ему обязательно надо побывать на дне. Да. Все мы честны относительно тех, кто сидит в тюрьме. То есть, не будет тюрьмы, не будет воров, где в таком случае окажется уровень определения. И прочитав три книжки, шри, 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 не знаю кого, человек говорит, я теперь буду кем-то. А как ты можешь быть кем-то, если у тебя нет опыта быть не кем-то? То есть, нет того, что я называю массой. Масса – это то, от чего можно оттолкнуться. Для меня это в приоритете. Потому что, происходя сейчас в мире, белые одежды, свечки, благовония, музыка, нью-эйдж и прочее, все это просто ни о чем. А люди играют в эту игру. Они занимаются йогой, потому что ей занимается Мадонна и так далее. Их самих в этом нету. В той же йоге или в практике какой-либо техники, пение мантры или еще чего-то. Их нет в этой вибрации мантры. Их нет в этой асане, овы, потому что они в башке. А когда человек из головы проваливается ниже, в сердце, а еще лучше в живот, тогда он начинает понимать, что реально ему нужно для трансформации, для выполнения его душой того опыта, за которым она пришла в тело. Если не будет этого очень болезненного опыта, то человек не проснется. Потому что с ним, как я говорю, работали институты, чтобы душу эту убить. Это происходит с детства. Все системы социума репрессивные, поэтому душа, конечно, живет в каком-то уголочке. Но когда человек сталкивается с самим собой в экстремальной ситуации, в голоде, нищете, тюрьме, на войне, где угодно, он начинает понимать то, чего словами не объяснить. Поэтому я за дно. что надо дать новичку, с чего начать его открывать и чем наполнять к завершению. Самое главное для новичка это правильное понимание того, что он делает. И поэтому я предпочитаю именно телесно-ориентированные практики. Тело не обманывает. И весь мировой фейк, который обуславливает сознание ищущего, исходит из того первоисточника, откуда исходит информация. Обычно это книги. И надо понимать, что книга это всегда чужое. И не факт вообще, что в ней описан опыт именно автора. Поэтому, когда тебя просят представить изумруд в сердце, чтобы оно наполнено любовью, это, увы, не работает. Обычно, читая книги, люди упускают самое главное. Без животного нет божественного. То самое животное начало, которое является источником жизни и витальной энергии, всегда живет в наших первых чакрах. Новички очень часто увлекаются работой с верхними чакрами, забывая про первые и нижние, про основу всех основ. Поэтому первое, что надо дать новичку, это четкое понимание воздействия на весь спектр духа, души и тела, чтобы он понимал важность сбалансированности всех чакр от промежности до макушки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok